Завтра, 14 декабря, погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Лишь ночью по юго-востоку, а днём по северо-западу скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов. Из-за чего в этих районах небо продолжит хмуриться, не обойдётся без осадков и туманов. Итак, во вторник облачно с прояснениями, ночью по юго-востоку, а во второй половине дня по северо-западу небольшой мокрый снег, дождь. Большая вероятность тумана и гололёда. Влажность до 90%, на дорогах местами будет скользкая, ветер северный днём с переходом на юго-западный слабый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днём будет слабо падать. Утром температура воздуха от 0 по юго-востоку до минус 4 по западу. С учётом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках от 1 тепла в юго-восточных районах до 2 мороза. Северо-западных. К вечеру температура от 0 по Гомельской области до минус 5 по Витебской. В среду скажется влияние атмосферного фронта с Балтийского моря. Он принесёт облачную с небольшими прояснениями погоду. Пройдут осадки различной интенсивности в виде мокрого снега и дождя. Будут отмечаться слабые туманы и гололёд на дорогах гололедица. Влажность до 90%. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от плюс 1 по западу до минус 5 по востоку. При прояснениях до 8 мороза. Максимальное днём минус 2, плюс 3. В четверг станет ещё на 2-3 градуса теплее. Не обойдётся без дождей и туманов. Начиная с пятницы на территорию нашей страны начнёт поступать более прохладная воздушная масса. И у меня всё на этом. Ещё больше о погоде не только в нашем телеграм-канале. Рябов ответит. Подписывайтесь.